Друзья, всем привет! Сегодня поделюсь рецептом обалденные закуски к пиву. Да, креветки, их варят, их жарят. И сегодня мы будем жарить. Буду жарить вообще целиком, то есть не отделяя шейки. Немного позанудствую. Панцирь, по сути, это вот та часть, где у него глаза, нижние лапки и вот он, самый панцирь. Вот это, это не хвост, это шейка. Хвост, это вот эта часть, которая в самом конце. Вот это хвост. Для начала нам надо разморозить креветки. Чтобы процесс шел быстрее, можно поместить их просто в слегка теплую воду. Размороженные креветки нам надо выложить на вот такие бумажные полотенца, чтобы они отдали влагу и просто высохли. Отлично, наши креветки отдали лишнюю влагу, подсохли и мы их откладываем на тарелку. И готовим следующие ингредиенты. Нам потребуется накрошить чеснок, несколько помидоров в черри и кусочек имбиря. Разумеется, перед нарезкой имбирь надо очистить от внешней оболочки. Наливаем немного подсолнечного масла для жарки в сковороду и разогреваем ее. Сюда же для мягкости мяса креветок и их нежности кладем небольшой кусочек сливочного масла. И первыми в обжарку идут правильно помидоры. Как только наши помидоры начали развозюкиваться, я по-другому не могу сказать, вот так вот они начинают распадаться, добавляем сразу чеснок и имбирь. Жар сбавил я практически на минимум, поэтому у меня ничего никуда не стреляет. Но мы поддерживать должны температуру примерно такую, то есть масло как бы чуть-чуть подкипает. Вот так. И вот примерно когда видим вот такую картину, я не знаю как ее описать, то есть примерно какая-то такая однородная-неоднородность у нас получилась, выгружаем сюда наши кревитосики. И сразу активно перемешиваем их, чтобы они пропитались и взяли на себя наш, будем называть его, соус. Видите, они впитали его в себя. У нас нету практически масла здесь нигде. Все это досталось сразу креветочкам, они этот весь вкус в себя взяли. И мы что еще делаем? Сейчас мы немножечко солим. Вот примерно пару вот таких щепоток. Я люблю посолонее. Раз и два. Готово. И вот у меня на донышке остался еще соевый соус. Примерно столько его и потребуется. Выливаем сюда соевый соус. И снова сразу перемешиваем. Мы видим, что у нас опять появилась жидкость некоторая. И вот сейчас основной ориентир, это мы жарим креветки до тех пор и стараемся помешивать их постоянно, чтобы у нас выпарилась вот эта жидкость и креветки полностью пропитались нашим соусом и немножечко обжарились. Здесь тот самый момент, когда нужно запастись терпением, потому что аромат идет сейчас просто обалденный. Уже все, начинаешь заклюковываться слюной, по-другому не скажешь. Но надо ждать, надо терпеть. Пока мы терпим, займитесь следующим. Если у вас есть хоть какая-то соковыжималка, примерно половина лимона выжмите сок. Можно прям из самого лимона тоже потом выдавить его, но вот такого рода соковыжималки выдавливают сок практически полностью. Вот, видите, руками так не получится. А с помощью такой штуки довольно-таки много сока получилось отжать. И вот наступает тот момент, когда был проверен наш порог крепимости. Мы видим, все, практически жидкости нету и она уже практически вся испарилась. Мы начинаем активно перемешивать креветки, в принципе, до тех пор, пока вот никакой жидкости не будет. Все это сейчас облепит наших панцирей, наших креветочек. И, в принципе, на этом жарка завершается. Все, завершаем жарку и сразу же выкладываем креветосиков на блюдо. Укроп и ракообразное, это просто две всегда совместимые вещи. Поэтому рубленым укропчиком, свеженьким, либо мороженым обязательно посыпьте. И отжатым свежим лимонным сачком мы все это дело поливаем. Тем самым мы получили просто обалденную закуску к пиву. Ребята, это и на аромат, и на вкус, поверьте, очень здорово. Поэтому рекомендую попробовать повторить. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Всем до новых встреч. Пока.